Пока в религиозном мире наступило кратковременное затишье, связанное в том числе с тем, что рты некоторых верующих сейчас заняты наверстыванием упущенного во время длительного религиозного поста, воспользуемся этой передышкой и обратимся к истории, которая все еще способна многому нас научить. Впрочем, будет кое-что из современности. Философу Гегелю приписывают фразу о том, что история повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии, а второй в виде фарса. В XIX веке на территории Закавказья появилась секта прыгунов. Ее основал крестьянин Лукьян Соколов, решивший не размениваться по мелочам и объявивший себя сразу Христом. Отличительной чертой секты была ее необычная обрядность. По воскресеньям, когда вся община собиралась для чтения Евангелия, ее проповедники устраивали ритуальные пляски. Скамейки сдвигались в дальний угол комнаты, после чего начинали петь. Пение становилось все громче и напористее, пока в какой-то момент на кого-нибудь не сходил Святой Дух, после чего начиналось настоящее шоу. В течение нескольких часов люди дергались, прыгали, в одиночку либо крепко обнявшись, беспорядочно размахивали руками и шатались из стороны в сторону. Все это действо сопровождалось бессвязными бормотаниями пророка на непонятном языке, что само собой считалось безоговорочным свидетельством присутствия Святого Духа. В отдельных общинах не просто прыгали, а скакали голышом, ссылаясь на то, что Адам и Ева были голыми, а значит, оголяться им, прыгунам сам Бог велел. Необходимость диких плясок обосновывалась, естественно, ссылками на Библию, в которой рассказывалось о том, как перед Ковчегом Завета Бога Отец убодавит с какашей грая. Таким образом, подражая библейскому царю, сектанты считали, что Святой Дух можно было вызвать пение молитвами и танцами. Довольно странный вывод. Хотя, если подумать, то не более странный, чем, скажем, вера в говорящий куст или любое другое чудо, о котором рассказывается в Библии. Во второй половине XIX века в селе Фиолетово, сегодня территория Армении, гремел на всю округу и активно проповедовал свое учение некий Максим Рудометкин, лидер общины прыгунов и по совместительству царь духовных христиан и живое воплощение Святого Духа. По Рудометкину, который предсказывал скорое наступление Царства Христа, главным пропуском в рай для человека является отказ от употребления в пищу свинины. По этой причине в божьи апартаменты на небесах, как считали прыгуны, помимо них самих, конечно же, попадут и мусульмане, но только в качестве прислуги. Сами же сектанты, судя по всему, даже после смерти надеялись неплохо оторваться в раю, петь песни и играть на гуслях, в то время как всех остальных неправедников неизменно ждали вечные муки и страдания. Уже в 20 веке, много лет спустя после смерти своего учителя, последователи Рудометкина тщательно собрали все проповеди духовного гуру и в 20-х годах издали отдельной книгой под названием «Дух и жизнь» в очень далеком от села Фиолетово американском Лос-Анджелесе. До 1917 года по всей Российской империи насчитывалось около миллиона последователей идей Соколова и других учителей прыгунов вроде Рудометкина. В советские годы секта пережила тяжелый кризис, кое-как просуществовав до 60-х годов. В настоящее время нет никакой достоверной информации о дошедших до наших дней общинных прыгунов. Но при чем же тут история и ее цикличность? В дореволюционные годы в одном из сел Средней Азии, недалеко от Ашхабада, во время очередной духовной пляски пророк прыгунов внезапно решил вести верующих в Сион. Так называлось новое место проживания адептов учения Соколова. На пути верующих оказалась река, которую они решили форсировать с Божьей помощью. Если Христос мог ходить по воде, то чем наш пророк и мы хуже? Закончилось все не так трагично, как могло бы быть. Пророка и его последователей пришлось доставать из реки, хотя массовых жертв удалось избежать. Практически аналогичный случай произошел уже в веке 21-м, причем завершился он более трагично, нежели спонтанный поход прыгунов в землю обетованную. В 2006 году 35-летний христианский проповедник Франк Кабеле из Габона утонул при попытке повторить одно из чудес Христа. По словам служителя культа, накануне у него было видение. Бог лично сообщил ему о том, что проповедник сможет воспроизвести трюк Иисуса с хождением по воде, чтобы укрепить людскую веру. На следующий день проповедник привел свою паству на берег реки Комо, где объявил, что пройдет по реке, не замочив ноги. Он упорно шел вперед, пока полностью не скрылся в воде. Верующие в это время внимательно наблюдали за чудом, которого так и не случилось. Смерть пастора древние греки вполне могли бы посчитать жертвы Посейдону, но древнегреческая религия уже давно мертва. Что, вероятно, рано или поздно ждет и нынешние, казалось бы, непоколебимые религии. История ведь повторяется. О чем будет наш следующий рассказ из прошлого. В 1755 году в столице Португалии Лиссабоне произошло землетрясение, которое имело огромное значение, отрезвив тогдашних мыслителей и заставив их по-новому взглянуть на реальность, оказавшуюся не такой идеальной, как в те годы представлялась многим прогрессивным философам. Серьезно пошатнулась и вера в бога. Утром 1 ноября была зафиксирована первая серия сильных подземных толчков, а спустя всего 20 минут набережную Лиссабона накрыла волна высотой 15 метров, только увеличившая количество жертв землетрясения. Произошел провал Лиссабонской набережной, разрушенный город оказался в полной власти огня. Пожары бушевали в Лиссабоне 10 дней, тушить огонь было попросту некому. Помимо Лиссабона от землетрясения серьезно пострадали еще 16 португальских городов, а также населенные пункты на западе Испании. Соседний город Ситу был и вовсе полностью смыт цунами. Отголоски землетрясения в Лиссабоне были слышны и ощущались в Италии, Франции, Германии, Англии и даже Швеции. Первые подземные толчки начались в тот самый момент, когда в церквях шли службы, и их помещения в буквальном смысле были забиты прихожанами, пришедшими отметить день всех святых. Практически все они оказались погребены под обломками разрушенных храмов. Количество жертв землетрясения составило от 40 до 60 тысяч человек. В середине XVIII века едва ли не каждая катастрофа считалась как минимум божьей карой, в самом худшем случае предвестницей или даже наступлением конца света. Даже сегодня церковь адвентистов седьмого дня все еще уверена, что разрушение Лиссабона в 1755 году явилось исполнением одного из пророчеств Книги Откровений. «Незнание естественных наук, суеверия, неумение жителей оказывать помощь друг другу и бездействие полиции усилили страх, породили безумие и сильно увеличили число жертв», утверждал спустя 170 лет после лиссабонского землетрясения португальский сейсмолог «Переры де Соуза». Поскольку стихия поразила самое сердце католической страны в День всех святых, крупнейший религиозный праздник, а подземные толчки разрушили почти все культовые сооружения города, более 75 часовен и 31 монастырь, это породило дискуссию о жестокости христианского бога, поставив под вопрос одно из главных качеств, приписываемых создателю-служителями культа – милосердие. Размышляя о последствиях португальской трагедии, поэт Гёте писал, «Бог, творец и хранитель неба и земли, изображавшийся мудрым и милостивым в первоначальных учениях веры, поступил в этом случае вовсе не по-отечески, поразив одинаково гибелью и добрых и злых». Одними из ярких произведений, увековечивших в истории португальскую трагедию, стали «Кандид» и поэма на бедствия в Лиссабоне, написанные небезызвестным Вольтером. Французский философ рассказывал, что после землетрясения, которое разрушило три четверти Лиссабона, мудрецы страны не нашли способа более верного для спасения от окончательной гибели, чем устройство для народа прекрасного зрелища Аутадафе. Университет в Каимбре постановил, что сожжение нескольких человек на малом огне, но с большой церемонией, есть, несомненно, верное средство остановить содрогание земли. Вольтер не лгал. Сожжение еретиков действительно состоялось 20 июня 1756 года во все еще возрождавшемся Лиссабоне. Пьедестал христианского бога дал трещину, и Аутадафе, вероятно, был одним из способов восстановления значительно потрепанной репутации Всевышнего. Во всяком случае, в глазах католической церкви и той части ее паствы, которая предпочитала, чтобы за нее думали другие. В то же время португальское землетрясение мотивировало ученых на поиски естественных причин подобных природных катаклизмов, взамен господствовавшим в то время причинам сверхъестественным. Одну из первых попыток дать объяснение подземным толчкам предпринял немецкий философ Эммануил Кант, создавший в конечном итоге собственную, но при этом ошибочную теорию о причинах землетрясений. Но это были лишь первые шаги. Сегодня, благодаря науке, мы не только знаем, почему происходит землетрясение, но даже можем их предсказать. А значит, вполне способны, в отличие от зараженной христианством и суевериями Португалии XVIII века, не только преодолеть последствия, но и, возможно, даже избежать аналогичной разрушительной катастрофы в будущем. Сейчас уже в меньшей степени раньше в СМИ можно было довольно часто встретить материалы о поборах в православных епархиях. Некоторые случаи стяжательства людей божьих оказывались настолько масштабными, что у служителей культа, обложенных духовным оброком руководством епархии, лопалось терпение, и они обращались к журналистам в надежде придать огласке свою печальную историю. Но в основном нарывались на гнев епископов, так что поборы не просто не исчезали, а становились еще более солидными. А многие жалобщики лишались своих насиженных духовных мест. Сколько раз мы обсуждали квартиры и резиденции духовных пастырей, их авто, дорогие часы и яхты. Однако в каком-нибудь XVIII веке не было шикарных автомобилей и хронометров, но строить комфортные резиденции уже умели, да и развлекались не хуже современных батюшек. В летописях сохранились свидетельства стяжательства митрополита Киевского и всеяруси Феогноста, требовавшего от новгородского духовенства для себя любимого богатых подарков и прочих земных благ. Обирал духовенство и паству на местах и епископ ростовский Леонтий, за что в 1159 году был с позором изгнан из города. В 2013 году во время раскопок Воскресенского монастыря на Истри, заложенного небезызвестным патриархом Никоном в середине XVII века, археологи наткнулись на одну весьма любопытную находку. Рядом с монастырем существовал скит, в котором любил уединяться патриарх. Правда, едва ли только для молитв. А может быть, скит и вовсе не предназначался для общения с Господом. Ученые обнаружили в секретной штаб-квартире Никона отнюдь не монашескую келью, а комфортабельное помещение, в котором были предусмотрены система отопления и туалет с подземным сводчатым каналом из белого камня. Помимо этого археологи нашли богатые керамические изделия. Среди них стоявшую в книжном шкафу покрытую стекловидной глазурью фляжку, внешне почти неотличима от увесистого тома, которая выполняла роль мини-бара. Хорошо, хоть еще фляжку под Библию не замаскировали. Хотя даже в этом случае никто, наверное, не удивился бы. Церковь в прошлом – это крупнейший землевладелец, имевший в своем распоряжении не только кирпичные и свечные заводики, но и солидные промышленные предприятия. В 1793 году академик Петр Симон Палас совершил экспедицию в Астраханскую губернию, целью которой был сбор сведений о природе, истории и экономике края. Много внимания Палас уделил астраханскому рыбному промыслу, который был богат и так выгоден для государства. Это выражение самого ученого. Впрочем, не только для государства. В конце XVIII века, как выяснил Палас, среди владельцев мест на реке, где производился лов рыбы неводом и крупнейших учугов, искусственно созданных на реке перегородок, служивших для удержания поднимающейся вверх по реке рыбы и ее ловли, были высшие чиновники, помещики, купцы и архиепископ. Все они вылавливали без малого полтора миллиона голов осетровых рыб в год. Чуркинский учуг принадлежал Спасскому монастырю, своим учугом владел и Троицкий монастырь. Еще одним важным фактором экономического положения церкви являлись мощи того или иного святого. Останки почитаемых праведников были для любого храма или монастыря тем, что в наши дни можно назвать личной нефтяной вышкой. Вот лишь некоторые цифры, свидетельствующие о том, как при помощи святых мощей служители культа набивали церковную казну, да не забывали и о собственных карманах. Благодаря найденным, конечно же чудесным образом, останкам своего почившего настоятеля, Суздальский Спас и Ефимевский монастырь буквально за 100 лет смог существенно поправить свое дышавшее наладом благосостояние. Ежегодный доход монастыря в 1701 году составлял 3000 рублей. Аналогичная ситуация сложилась с Резоположенским монастырем в том же Суздале, исключительно благодаря обретенным чудодейственным останкам Ефросинии. В 1861 году церкви удалось заработать более 25 тысяч рублей только лишь в день открытия мощей Тихона-Задонского. Нескончаемый поток страждущих из разных уголков страны, оставлявших у гробов святых богатые дары и пожертвования, позволял духовенству не задумываться ни о сегодняшнем, ни о завтрашнем дне, обеспечивая безбедное существование церкви вплоть до Октябрьской революции. Впрочем, помимо мощей, в разные периоды церковной истории служители культа зарабатывали на торговле еще более экзотическими, нежели останки мертвых людей и реликвиями. Крайней плотью Христа и его последним вздохом на кресте, хранившимся в специальных флаконах, чихом Святого Духа, перьями из крыльев ангелов, челюстью осла, на котором Иисус въезжал в Иерусалим, тьмой египетской, бережно расфасованной по бутылочкам, слезами Марии Магдалины, оплакивавшей Христа и тому подобное. Список реликвий на продажу зависел исключительно от широты и масштаба фантазии служителей культа. Людскую глупость в расчет никто не принимал. С ней проблем никогда не было. Религия всегда была и остается одним из самых выгодных бизнесов. Из-за того, что столь деликатная тема вряд ли когда-нибудь попадет в официальные рейтинги самых прибыльных способов заработка, многие полагают, что пресловутая духовная сфера и все, что с ней связано сегодня, это не более чем торговля свечками, крестиками, иконками и прочей религиозной атрибутикой с копеечным оборотом. Но оборот там вовсе не копеечный. Она жива на суевериях, людских страхах и надежде испокон веков была прибыльным занятием. По крайней мере, ни одна гадалка или предсказательница еще не умерла от голода, и еще более редки случаи, когда священник бросал свое духовное ремесло и уходил в другой бизнес. В Мозамбике, где более половины населения живет за чертой бедности, многие молодые люди видят свое будущее, тесно связанное с профессией колдуна. Она одна из немногих, которая может обеспечить хороший постоянный доход, ибо число нищих и безработных в стране почти равно числу суеверных. 50-летний шаман Чимаризен, проживающий в небольшой деревушке в провинции Тетэ, утверждает, что последние восемь лет одержим духом, который запрещает ему делать что-либо, кроме исцеления людей. Очень грамотная и удобная позиция. Возможно, нашим местным чудоделам стоит взять ее на вооружение. Или они уже. Экономическая ситуация в Мозамбике настолько плоха, что даже работники государственного банка уходят на шаманские заработки и переквалифицируются из офисных клерков в целителе. В одного из таких сотрудников банка, Рапиньо Касауду, якобы вселился дух, после чего мужчине пришлось стать целителем. Теперь Рапиньо ежедневно погружается в транс, держа в руках свой неотъемлемый волшебный атрибут – козлиные рога. Оно и понятно, ведь просто так никто с деньгами добровольно расставаться не станет, поэтому клиенту нужно помочь это сделать, продемонстрировать яркое и зрелищное шоу. Другая шаманка, Флора Антонио, также неплохо зарабатывает целительской деятельностью. Причем, с ее слов, активно помогает ей в этом дух креветки. У шаманов Мозамбика есть собственная организация, нечто наподобие профсоюза целителей, официально признанное министерством здравоохранения. У каждого члена такого профсоюза шарлатанов имеются удостоверения и прайс-лист, стоимость услуг в котором варьируется от 50 метикал за простой совет до нескольких тысяч за магическое благословение машины или офиса. При этом легальные колдуны частенько жалуются на нелегалов, работающих без лицензии. Последние элементарно уводят клиентов, предлагая свои услуги по сниженным ценам. А если нет никакой существенной разницы между лицензированным колдуном и таким же самозванцем, но без документов, то зачем платить больше? Знают, как заработать на страхе и вере и священники индуистских храмов. В индуизме обряд очищения перед погребальной церемонией, равно как и обряд прошения у местного божества удачи, подразумевает полное бритье головы, что символизирует само очищение. Находчивость индуистских служителей культа привела к тому, что волосы паломников, заплативших за проведение обряда очищения определенную сумму в виде добровольных пожертвований, не пропадают зря, а приносят духовным лицам немалый доход. Волосы сортируют в зависимости от длины, после чего моют, упаковывают в мешки и продают. Паломники за остриженные волосы денег не получают, зато храмы, экспортирующие свою продукцию помимо Китая еще и в Италию, Индонезию и Россию зарабатывают на этом миллионы долларов. И вовсе не нужно торговать табаком и алкоголем, рискуя собственной репутацией, на которую сегодня, впрочем, уже всем глубоко наплевать. Достаточно лишь придумать соответствующий обряд, либо воспользоваться старыми религиозными традициями, и деньги потекут нескончаемой рекой из долларовых купюр. И будут течь, пока есть на свете дураки. Но вот это дерзновение, эта сила, она должна сопровождать служение главы государства, от действий которого зависит судьба страны. Вместе с этим дерзновением я желаю вам сегодня особенно мира душевного. Это непременно, потому что если только одна борьба, как говорится, 24 часа в сутки, то не только человеческий организм может не выдержать, но на фоне такого состояния души могут и возникать роговые ошибки. Вот почему так необходимо, а для православного человека крайне необходимо, находясь во власти, находить место и для молитвы, и вы находите, я знаю, об этом. Находить место о размышлениях, не только о своих профессиональных обязанностях, но и о своей жизни, личной жизни, я знаю, что вы находите для такого какового места. И вот все это, несомненно, будет содействовать укреплению ваших духовных и физических сил. Ну а мы, как Церковь, преподавая вам сегодня это благословение на ваш долг, будем и дальше молиться в наших личных молитвах и, что самое главное, в нашей общенародной церковной молитвах, дабы Господь помогал вам во все дни жизни ваших достойно возглавлять Великое Отечество, Русь Святую, проходящую также сегодня через не самый легкий период своей истории. Благословение Божие, покров Царицы Небесной, да пребывая с вами во вся дни жизни ваших до скончания века, как мы говорим. Ну, и с дерзновением скажу, дай Бог, чтобы конец века и было означало конец вашего пребывания во власти. Пусть Господь хранит вас! Субтитры создавал DimaTorzok